Благодаря реализации нацпроектов сегодня обновляются дороги, идет строительство новых школ и детских садов, оснащаются школы искусств. Проект «Добрые новости» призывает обращать внимание школьников и студентов именно на позитивные перемены. Об этом говорила педагогам и организаторам школьных медиа-центров, руководитель управления информацией и аналитики администрации «Самара» Елена Рыжкова. Сегодня, благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, благодаря решениям губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, реализуется очень много инфраструктурных проектов, проектов в социальной сфере. Обновляются дороги, строятся новые школы, детские сады, развиваются гуманитарные проекты. Нужно это подмечать, нужно это понимать и идти дальше. И молодое поколение, конечно же, должно вдохновляться всем этим, понимать, что многое сейчас делается для того, чтобы им было комфортно и интересно учиться, работать, получать новые профессии и дальше двигать развитие нашего города, нашего региона и нашей страны. Если школьные, вузовские, сузовские медиа-центры будут работать грамотно и интересно, то и сами подростки будут заинтересованы в получении именно достоверной информации, научиться защищать историческую правду. Мы очень часто говорим, что если вы увидели миллионные какие-то сообщения о том, что то или иное событие верно, проверьте историческими данными. И, как правило, оказывается, что это фейк, что это очередная ложь, которая искажает информацию заведомо верную, потому что для них важно, чтобы наша подрастающая смена мыслила так, как им выгодно. Это управление. Добрые новости. Проект просветительский. Он обращает внимание на проблемы обычных людей и их решения. Нужно, чтобы педагоги это осознавали и дети понимали, как важно относиться к информации с точки зрения государственных интересов. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.